Это программа «День с толком» в студии Николай Потешкин. Здравствуйте! Коротко о темах выпуска. Завтра пройдет очередное судебное заседание по делу политеховского маньяка. Сейчас допрашивают свидетелей, которых более 50. По статистике, это каждый четвертый случай женской онкологии. Как на Алтай помогать вернуться к привычной жизни пациенткам, победившим рак груди. Для поколения «Альфа» и библиотеки нового поколения такая открылась в Бийске. Чем-то можно заниматься, кроме чтения книг. Предполагаемому политеховскому маньяку Виталию Манишину приговор, очевидно, вынесут уже этой осенью. По громкому уголовному делу, связанному с убийством 11 девушек, уже допрошены десятки свидетелей. Очередное заседание в Калманском районном суде состоится завтра. Напомним, бывшего заместителя, глава администрации Калманского района, обвиняют в целой серии убийств. По версии следствия, Виталий Манишин лишил жизни 11 девушек, большинство из которых были абитуриентками. Судебный процесс длится с начала лета и, скорее всего, завершится уже этой осенью. Общей сложности по уголовному делу должны допросить больше 50 человек. Одного свидетелей допросили накануне, и уже завтра пройдет очередное заседание. Добавим, подозреваемый скрывал совершенные преступления много лет. С момента первого из них прошло 34 года. Страсти вокруг доллара будоражат экономическую общественность. Она буквально разделилась на два противоположных лагеря. Один из них заявляет, что мировая валюта уже к концу года перешагнет планку в 100 рублей. Другой пул федеральных экспертов уверен, что в ближайшее время мир ждет глобальная перестройка международной финансовой системы. Как в условиях экономической турбулентности сохранять сбережения рядовым гражданам, по мнению местных экономистов, и каким инструментом доверяют барнаульцы. В сюжете Елена Макаренко. 96 рублей за доллар, 106 рублей за евро. Курсы иностранных валют по отношению к рублю в этом октябре выросли уже больше, чем на 10%, констатируют федеральные экономисты. И многие из них предрекают, то ли еще будет. К Новому году мировая валюта взлетит до 100 рублей и выше. На фоне таких прогнозов многие спешат закупиться серо-зелеными банкнотами. Но местные специалисты советуют не суетиться. И исключить его как 100 и выше нельзя, но и сильно укрепляться он тоже не будет. То есть, ну вот насколько я знаю, консенсус прогноз до конца года, это где-то вот уровень от 90 до 96. В то же время барнаульский экономист не ожидает быстрой перестройки мировой финансовой системы и отказа от доллара, как планируют страны-участники БРИКС. Они по-прежнему готовят реформу по созданию новой валюты, эксперт признает. Между Россией и дружественными с ней странами все больше расчетов в национальных валютах. Так происходит, к примеру, в 90% сделок с Китаем. Но с другими странами без сложностей не обходится. С Индией, допустим, это уже, так сказать, проблемы создает, потому что продать-то мы продадим, рупии они нам дадут, а что нам с этими рупиями потом делать, не очень понятно. Потому что, так сказать, перечень товаров, которые Индия может, так сказать, поставить, он крайне, так сказать, ограничен. Сегодняшние глобальные экономические процессы, говорят эксперты, сплошная турбулентность. А она так или иначе влияет на цены, а цены на каждого из нас. На вопрос, как сохранить сбережения, у обывателей ответы разноплановые. Вы их храните в рублях или в валюте? В рублях. А почему в рублях? Ну, пока вклад есть только. Надо яйца в разных корзинах хранить, я так понимаю. Ну, это доллар и евро. Ну, сейчас модно в китайских. Я считаю, надо распределять и в иностранной валюте, и в нашей валюте. Возможно, даже в криптовалюте можно хранить. Будущее за той валютой, которая будет, правда, подкреплена, например, золотом или серебром, чтобы у нее была какая-то реальная ценность, а не только фиктивная бумага. Однозначного ответа о сохранении денег не дает и эксперт. На курсы валют влияет целый ряд внешних и внутренних факторов, непредсказуемость развития ситуации. Однако барнаульский экономист убежден, для экономики нашей страны большее значение сегодня имеют не колебания валют, а процентные ставки по кредитам. Они, по мнению специалиста, уже чрезмерно завышены и могут снова подрасти. Центробанк допускает повышение ключевой ставки 25 октября. Елена Макаренко, Владислав Ковалев, День с толком. Сегодня Всемирный день борьбы с опасным заболеванием – рак молочной железы. По статистике, это самый распространенный вид анкологии среди женщин, в том числе и в нашем крае. Такой диагноз год слышат более 1200 жительниц региона. И даже победив опасную болезнь, пациенткам приходится проходить достаточно длительную реабилитацию. Как в краевом онкодиспансере помогают вернуться к привычной жизни, сегодня показали журналистам. Дверь в новый мир, где рак побежден, для Ольги Красули открылась почти 10 лет назад. Но оказалось, что после лучевой терапии и операции путь к привычной жизни только начался. Ольга столкнулась с одним из частых осложнений – лимфодемой руки. Отеком, который нарушает подвижность и даже причиняет боль. Отек начинался незаметно, а когда уже стал очевиден, стали люди, окружающие это видеть, возникли даже проблемы с трудоустройством. Отек уже спустился ниже руки, на область подмышки и ребер. И вот в первый раз, когда я пришла, отечность была на 6 сантиметров. Рука была больше, чем здоровая рука. Почти два года таким пациентам помогают в отделении медицинской реабилитации краевого онкодиспансера. За это время здесь пролечились более 200 пациенток, перенесших рак молочной железы. Им показан массаж или прессотерапия. Такие аппараты воздухом сжимают тело, улучшая лимфодренаж. Проблема в том, что именно после операции там нарушены пути оттока, то есть удаляют лимфоузлы, поэтому нарушаются пути оттока и возникает вот этот застой. Лимфодренаж, то есть отток, улучшается отток именно снизу вверх идет, то есть чтобы эта лимфа, вся эта застойная жидкость уходила в подмышечную область. Если препятствие будет переграждать дорогу, то вы как можно быстрее должны нажать на вот эту зеленую кнопочку. Преодолевать препятствия, в том числе жизненные, обрести контроль над эмоциями и заново научиться расслабляться помогает медицинский психолог. Курс ЛФК или занятия на антигравитационной беговой дорожке, такая помощь может понадобиться и после химиотерапии, когда человеку в прямом смысле тяжело сделать несколько шагов. Мы оказываем не только после всего комплексного лечения, реабилитацию, но и в процессе химиотерапии, так как метод достаточно очень агрессивный и он имеет за собой ряд осложнений. Это нейропатии, которые в большинстве случаев тоже нарушают достаточно серьезное качество жизни и повседневную деятельность, то есть вплоть до того, что там человек ручку не может, ложку держать. Каждый четвертый случай женской онкологии в крае – это именно рак молочной железы. Такой диагноз в год слышат до 1300 пациенток, но есть и положительная статистика – случаев ранней диагностики становится больше. У нас увеличился процент первой-второй стадии, и сейчас этот процент 73 в соответствии у циферки. И при этом хотелось бы отметить, что количество четвертой стадии, он снизился, уменьшился, был в районе 14, сейчас стал 7%. Конечно, онкологи напоминают о важности своевременной диагностики. Это регулярные и медицинские, и самоосмотры. И главное – не откладывать поход к врачу даже при, казалось бы, незначительных переменах в здоровье. Николай Потешкин, Дмитрий Денисов. День с толком. Раскрашивают шоперы и наполняют их сладостями. Многодетная семья безматерных из Барнаула отправляет алтайским бойцам на передовую особенные презенты. Почему они решили так помогать алтайским парням за ленточкой, расскажет Валентина Аскерова. Уже не размажется, наверное. Но накрась, иногда макаю кисточкой вот сюда. Младшие раскрашивают, старшие вшивают замочки. Многодетная семья безматерных вся при деле. Готовят для алтайских солдат очередные памятные шоперы. Я обложу трафареты. Кирилл разукрашивает танки, а Карина обладает буквы. Семья ежемесячно на собственные средства приобретает сумочки, кисти, краски. Садится дружно за работу и через пару часов вместо черной ткани яркий авторский рисунок. И слова поддержки тем, кто находится на линии огня в зоне СВО. Очень хочу, чтобы они были счастливы и здоровы. Сколько делаете шоперов? Когда найдется время? За день можем сделать 10 штук. Шоперы, они идут непосредственно к какому-то солдату. Ну, коробки все коробками отправляют. Вся страна сейчас коробками отправляет. А это просто тепло, домашнее тепло. Может быть, вот он просто возьмет вот эту сумку, которую собрали дети, и вспомнит, что может у него дети есть, может дом вспомнит. Дети не просто готовят для бойцов памятные сумочки, но и наполняют их подарками. Ребята кладут средства первой необходимости – чай, кофе и, конечно же, то, к чему они сами неравнодушны – сладости. Конфетки, чтобы побаловать. Охота сладкая. Я знаю, что мужчины, особенно если они очень любят сладкое, я знаю, мои мужчины все любят сладкое. Бинт, он тоже всегда пригодится, даже если не ранили, мало ли что, где-то поцарапался или что-то. Чай. Просто между боем может быть просто охота попить чаю горячего. Заботу к тем, кто защищает родину, привили детям супруги безматерных. За 30 лет совместной жизни они воспитали 23 ребенка. Среди воспитанников – как родные, так и приемные. Чувство патриотизма от родителей передалось абсолютно всем детям. Я же не могу и по состоянию здоровья пойти и встать с ними в строй. Чем-то же мы должны помогать все равно. Мы же не должны просто сидеть и ждать. Ага, вот пусть там кто-то воюет, а мы будем тут царству, лежа на боку, печь блины и со сметанкой жировать и все. Что-то мы должны делать. Шоперы с подарками семья ежемесячно направляет на передовую. Отправить памятные сумочки парням за ленточку каждый раз помогает Народный фронт. Сейчас многодетная семья готовит новую партию шоперов и приглашает солдат при любом удобном случае к себе в гости на блины. Наша большая многодетная семья приглашает к себе в гости на блины. Вот такие блиночки. Солдат. Валентина Аскерова. День с толком. Мастеров кирпичной кладки среди бойцов строительных отрядов выявляют в Барнауле. Опыта, кстати, им не занимать. Строитряды региона работают во многих российских городах и на масштабных объектах, к примеру, на космодроме Восточный в Амурской области. Чтобы выявить сильнейшего, на сегодняшнем конкурсе требовалось выложить из камня определенную конструкцию. При этом необходимо уметь читать чертежи и, конечно, иметь опыт работы со строительным инструментом. Участники регионального конкурса профессионального мастерства студенческих строительных отрядов схему построения кирпичной стенки видят впервые. Их задача за 90 минут соорудить конструкцию по всем строительным канонам. Задача не из простых, но участники месяцами к этому готовились. Дополнительно я готовился, изучая литературу специально. То есть я повторял, какие бывают швы, какие бывают виды камня и кирпичей. Ну, то есть очень важно. И иногда, непосредственно, конечно, на сезоне наша основная деятельность, мы сталкиваемся с этим. И также я подрабатывал на стройке. Думаю, что это даст мне какой-то, не знаю, помощи. Всего в конкурсе принимают участие 7 различных студенческих отрядов. И ребята проходили два этапа. Теоретический проходит в письменном формате в виде теста на знания строительной сферы. И финальный этап практический – построение кирпичной конструкции. Весь ход работы оценивает серьезное жюри. Техника безопасности, охрана труда, в которую входит организация рабочего места, соблюдение технологического процесса, выполнение кирпичной кладки и соблюдение размеров чертежей. Кстати, студотряды края довольно часто работают на самых известных стройках страны. К примеру, наши ребята несколько лет назад строили космодром «Восточный». Ну, а по итогу двух этапов нынешнего конкурса жюри подсчитает общее количество баллов и определит победителя. Его мы узнаем в начале ноября. А самая главная награда – специальный знак качества. По ценности и статусности – это как статуэтка «Оскара» на кинофестивале. Дмитрий Дроздов, Алексей Фрезин. День с толком. Новые поколения, новые библиотеки. Пыльные книгохранилища в прошлом. Вместо них появляются досуговые центры с современными технологиями. В Бейске торжественно открыли библиотеку номер 7. Теперь она носит название «Модельной библиотеки нового поколения». О том, чем полностью обновленное учреждение будет удивлять детей и взрослых, расскажем далее. Азия – самый большой из семи континентов Земли. Азия простирается от Турции на Западе до Японии и Северной России на Дальний Восток. Не только взять книгу, но и воспользоваться самыми современными технологиями. А еще насыщенно провести время и освоить новые навыки. Не с первого раза поверишь, что речь идет не о каком-то инновационном центре досуга, а библиотеки, расположенной в тихом уголке города. Библиотека номер 7 в микрорайоне АБ стала второй в Бейске, где в рамках нацпроекта «Культура» произошли без преувеличения грандиозные перемены. Зона для детского и молодежного отдыха, новое оборудование, комфортное пространство для работы, формат модельных библиотек нового поколения разрушает привычные стереотипы. Вместо строгих полок, столов и стульев, удобные диваны и места для чтения встроены в стеллажи. Современная мебель дает возможность трансформировать пространство на время мастер-классов и индивидуальных занятий. Такая библиотека становится местом многофункциональным, а ее сотрудники – универсальными солдатами. Акцент для концепции выбрали сразу микрорайона АБ – эпицентр научно-технического просвещения города. Концепция библиотеки органично вписалась в эту систему. Мы понимали, где мы находимся. То есть понимание микрорайона – это первое, что нас натолкнуло на идею. Быть в этой цепочке, этим единым звеном, цепочке научного потенциала города. Появили здесь и кванториум, и планетарий. То есть здесь столько учреждений, которые уже несут эту функцию, казалось бы. Но первые шаги в любом случае идут из библиотеки. Первые шаги к знаниям, к науке, к чему угодно – через книгу. Согласно концепции, вместо читальных залов здесь лаборатории. Для общения, знаний, творчества. Но главным наполнением библиотеки остаются книги. Фонд уже пополнился двумя тысячами изданий. Книг очень много добавилось. Очень понравилось, что добавили интерактивные доски. Это очень необходимо. Ходить сюда буду регулярно, часто. На полное перевоплощение библиотеки ушло почти 14 миллионов рублей. За счет выделенных средств обновили полностью все системы. Отопление, водоснабжение и электричество. Сделали косметический ремонт, закупили оборудование. Библиотека стала модельной, то есть максимально современной и комфортной. С клубом по интересам и событийным залом. Ну и, естественно, читателям обещают самые свежие книжные новинки. Кристина Чернова, Андрей Сегаев. День с толком. И к новостям спорта. Хоккеисты «Динамо Алтай» в третьем выездном матче уступили по булитам Ханты-Мансийской югре. Заброшенные шайбы зрители увидели в первых двух периодах, а дальше – голевое затишье. Как складывался матч и о других спортивных новостях расскажет Дмитрий Дроздов. Матч проиграли, но взяли одну очко. Хоккеисты «Динамо Алтай» приехали в гости к Ханты-Мансийской югре. На восьмой минуте два хоккеиста-хозяев в быстрой контратаке выкатились на одного нашего защитника и открыли счет в матче. Отыгрались «Динамовцы» в начале второго периода. Забил Сергей Барбашев, а первый балл в качестве ассистента на свой счет записал японский нападающий Юсато 1-1. Больше цифры на дабло не менялись. Овертайм также не выявил победителя. Как итог по буллитам, точнее оказались хоккеисты Югры. Хороший боевой матч. Благодарен парням, что сегодня мы каждый бился за победу. Заработали результативный балл. Приятно забирать очки у олигархов этой лиги, которые превосходят тебя по бюджету 3-4 и более раз. Не хватило чуть-чуть удачи. Еще раз благодарен парням. Завершающий матч выездного турне «Динамовцы» проведут 16 октября в Тюмени против «Рубина». Играют на юношеском уровне, но внимание как к профессионалам. В минувшие выходные наградили футболистов Академии «Динамо» 2007 года рождения. Игроки завоевали бронзовые медали в юношеской футбольной лиге. Это молодежный проект, где участвуют 10 команд из разных уголков Сибири. Здесь футболисты могут показать свой уровень и получить вызов в топовые клубы России. По итогам сезона академики с бронзовыми медалями на груди. Я считаю, что этот турнир придумали. Это большое событие. Правильно, что он есть. Раньше было только первенство России. Там можно было себя проверить. Сейчас дети постоянно находятся на виду. И могут попасть в более сильные клубы, в более сильные чемпионаты. Так что я считаю, что это большой плюс для них. И им только стоит свое мастерство показывать на поле. Команды продолжают выступать на местных турнирах. А юношеская футбольная лига вернется в Алтайский край теперь уже в следующем году. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Если вам есть о чем рассказать, телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует...